Я бы хотел буквально пару слов в свою точку зрения высказать. Вопрос, она у меня, несколько иная точка зрения, отличается от подходов к ТАИШ, ИГИЛ, как угодно они называют, только как к террористической организации. Мне кажется, что в этом как раз и кроется самая главная ошибка. Почему мы до сих пор никак не можем понять и сообразить, как работать дальше с этой организацией, что с ней делать вообще. Вот где-то вот Ольга Селезис, Диличенко, я имею в виду, полгода назад мы делали интервью, я тогда сказал, что собралась группа фанатиков, реально фанатиков, которые хотят вернуть нас в шестой век. И вот в этом их сила, понимаете, религиозный фанатизм, помноженный на романтику Че Гевары, он и дает вот эту вот постоянную возможность подпитываться все время, подпитываться людьми со всего мира. В том числе из Киргиза и центральная. Но все время думают, почему люди туда едут. Да, причин миллион. Неверие власти, неустроенность, но если все это свести в одно, то там предлагают очень хороший, четкий, ясный, понятный рецепт. Живи так, как жили твои предки в шестом веке, имей четыре жены, имей бизнес, живи честно, не плати коррупции, и все будет хорошо. Четко, ясно и понятно. Для обывателя, для молодого человека. То есть они разговаривают на языке, да? Поймите, да, поймите еще и уровень этого молодого человека сегодняшнего. Я не говорю сегодня, хорошо это или плохо, я просто призываю вас попытаться в этом разобраться. Вот как только мы с этой матрицей разберемся, с этой проблемой, и перестанем их бомбить, уничтожать физически, на мой взгляд, это, я еще раз говорю, я сейчас никого не критикую. Ни Россия, ни Израиль, ни Соединенные Штаты. Я никого не критикую, потому что каждый имеет право отстаивать свою точку зрения, во-первых. И самое главное, защищать свои рубежи. Что делает, на мой взгляд, Россия сегодня? Это правильно. Нет другого выхода пока. Но параллельно надо все-таки пытаться понять, кто нам противостоит. Это какой-то монстр чудовища, понимаешь, сборная чудовища, матрица. Смотрите, они по всему миру появлялись. Это не то, что Аркадия ее там загнали, в горах, куда вот, в Азилистан, разбомбили вакуумными бомбами. Они надолго-надолго замолчали, понимаешь? После дирактов и Соединенных Штатов. С этими так не получается. Их бомбят сирийцы, их бомбят американцы. Все НАТО бомбит. Австралийцы даже бомбят. Израиль бомбит. Россия теперь бомбит уже в скором месяце. Такое впечатление, и каждый раз цифры такие. 80 складов уничтожено. 150 складов. Сейчас Сирия в складах каких-то военных. Ну уже смешно, вот мне как специалисту, уже, да и не специалистам, уже люди улыбаются. Говорят, слушай, ну сколько можно этих складов? Сколько их там? Вы понимаете? Об этом тоже надо думать. Что-то другое. Во всем этом есть что-то другое. Об этом надо думать. Есть у меня определенная слайд, точка зрения на здоровье. Но слишком много времени займет ее распрыть. Поэтому я сейчас вернусь к вашему вопросу. Но призываю всех об этом очень серьезно задуматься. Огромная политическая, социальная подоплека подо всем этим есть. Это и с этим беседом. Мы тоже надо разбираться. Мы как-то говорили здесь о том, что большинство тех, кто там представляет, представляет, я извиняюсь за это слово, участвует от имени Казахстана, Казахстана, это лица узбекской национальности. Почему так происходит? В этом тоже надо разбираться. Об этом тоже я много раз говорил. Но никто не хочет в этом разбираться по-серьезному. Все говорят, но по-серьезному никто к этому не подходит. А это вопрос мощнейший, серьезный. Целый пласт. Огромная проблема, которую по-любому она нас заставит. Все равно к ней вернуться, но будет уже, боюсь, просто. Теперь то, что касается вашего вопроса. Вот я недавно вернулся из Астаны, где проводили, буквально позавчера, где проводили саммит, посвященный 40-летию хельсинской, ну, заключительная хельсинская права человека и так далее. Там села сессия была посвящена проблемам региональной безопасности, как раз, где я выступал. И вот Наташа Бесселин, она была в саммите, присутствовала на саммите президента в СНГ, в Боровом. Вот. И там действительно очень много проблем возникло. Я думаю, что на эту проблему, ту проблему, которую мы с вами сегодня здесь обсуждаем, очень хорошо ответили наши президенты. Вот там было очень много проблем на этом саммите среди президентов. Это саммит в СНГ. Саммит в СНГ, который прошел до 16 октября в Казахстане. Очень много проблем, связанных с экономикой, социально-политически даже проблем. Не все дуют в одну дыду. Я не буду сейчас вдаваться подробно. Но то, что касается безопасности, то, что касается совместной охраны границ, это не вызвало совершенно никакого, так сказать, распродажа. Это было однозначно всеми подчеркнуто. И роль ДКБ еще раз, другого у нас просто нет. Но, наверное, это не самый совершенный механизм, который может придумать сегодня военный ум. Но другого просто нет, и поэтому надо совершенствовать то, что есть. Я давно об этом говорил. Единственный щит, единственная надежда сегодня от ДКБ. И если мы будем это отрицать, мы только будем подрывать, подрывать, так сказать, статус и репутацию этой организации. Надо делать все, чтобы ей помогать и содействовать. Еще раз говорю, другого просто нет. Это надо понять и осознать. Другое дело, что, как всегда, я об этом говорю, они начали в этом направлении работать. Нужно, кроме вот боевых, ослаживания чисто боевых, военных операций, нужно подключать туда и органы внутренних дел, и национальную безопасность, таможни пограничников, работать совместно, потому что сегодняшние реалии таковы, что одни армейские формирования, вакуумные бомбы, ракеты, этот вопрос просто не решат. Так случилось сегодня. Но в Афганистане, помню тоже, сколько их спидывали за... И я хотел вас еще добавить, вы вот говорили об опасности Талибана. Вы сыграли роль удовлетворения. Это Талибан, Талибан сегодня, опять, смотрите, они раньше никогда в жизни не предъявляли территориальный путь. Никогда. Талибан никогда об этом не говорил. Они требовали свое, уйдите, оставьте. Они не считают, сейчас удобно. Совершенно верно. А сейчас, нет, сейчас они начали об этом говорить. Они начали об этом говорить, и они вышли на... Смотрите, мы не говорим о том мнении, там тоже, там, там, там идут настоящие бои-столкновения об этом. Туркменские власти предпочитают об этом... Но они уже идут несколько лет, а? Неужели, потому что только там нет, они начали об этом говорить. Когда пошел, пошел с границы груз 200-й, массово пошел, когда уже это невозможно скрывать, когда они теперь мячатся между Россией и Соединенными Штатами, кто будет помогать, ну и так далее. Мы сейчас, наверное, где-то для этого собрались. Но я имею в виду, что прежде всего опасность идет к нам, вот от наших соседей, от ближайших соседей, геополитических соседей. И мы обречены жить с ними рядом. Мы ничего не можем с этим поделать. И значит, нам единственное, что остается, это наращивать наши усилия. Я говорю сейчас, может быть, даже о двух стратегиях, параллельных стратегиях. Первая, это вот то, о чем шла речь на саммите в Казахстане. Это охрана внешней границы СНГ, совместный охран. Это граница, прежде всего, Таджикистан, Афганистан. Прежде всего, Туркмения, Афганистан. И вторая очередь, второй, если так можно выразиться, поезд безопасности, это может быть граница Томоженного союза, Евро-Эс и Южная граница. Это уже Кыргызстан. Это второй поезд. И здесь тоже надо делать совместную охрану границы. Я не говорю о физической охране. Не нужна, я разговаривал с представителем погранбольства. Они говорят, физическая составляющая нам не нужна. Нам не нужны аскеры из Армении или из России, которые будут в нашей границе. Нам это не надо. Но техника, сегодняшняя современная техника, без нее охрана границы, особенно в наших условиях, высокогорья, физическая недоступность и прочее, очень сложно. Поэтому вот то, что Ирина Юрьевна высказывалась насчет наркотрафика, это реально очень сложно контролировать. Очень сложно, потому что я это все проползал, чтобы был молодой, на пузе проползал. Я видел эти точки, там реально невозможно работать. Без техники сегодня никак, без пилотники нужно. Они есть, но нет специалистов у нас, которые могут... Год служит человек в погранной войске. Чему можно его научить за это время? Нужны контрактники, нужны специалисты, я не знаю, русские, опять же, армянские, я не знаю, чтобы научили наших ребят владеть вот этой сложнейшей техникой. Нужно спутниковое слежение. Еще Кыргызстан, еще ближайшие, ну, боюсь, 50 лет, к сожалению, не сможет себе это позволить. А это уже сегодня нужно. Вот об этом влачении я и говорю. Спасибо.